Продолжение следует... Передаем привет трансляции, кто с нами через интернет. Сегодня мы проведем традиционную пресс-конференцию, посвященную старту волейбольного сезона Пари Суперлига 2023 для наших мужской команды АСК и женской команды Спарта. Напомню, что первый матч чемпионата Нижегородца проведут 1 октября в Нижневартовске, а Нижегородки начнут чемпионат 23 сентября на выезде матчем против Уралочки. Также хотим всех пригласить на матчи Кубка России, которые пройдут с пятницы по субботу, с 16 по 18 сентября у нас в Нижнем Новгороде. Ну, а сегодня мы рады приветствовать участников конференции. Председатель правления клуба АСКНО Александр Ефремцев, директор клуба Дмитрий Фомин и главный тренер команд АСК Андрей Дранишников и главный тренер Спарта Слободан Родивович. Первый вопрос, председатель управления клуба АСКНО Александр Ефремцев, вы уже долгое время с нашим клубом с Нижегородским. Хочется узнать, в чем вы видите основное развитие команд за последние 2-3 сезона, видите ли вы вообще развитие? Ну, могу сказать, что руководство клуба, тренерский состав, если честно, радует. Это можно, наверное, характеризовать одним словом. Есть поступательное движение, все настолько, говорится, четко, несмотря на все неурядицы, может быть, не самый высокий бюджет. В том числе очень радует то, что выпускники нашего футболиста, скажем так, местные начинают играть за команду мастеров. И то, каким образом сейчас мужчины выступили на первом этапе Кубка России, это действительно здорово. Поэтому я единственное, что хочу сказать, так держать и призываю всех болельщиков ходить на матчи. Это действительно здорово. Есть на что посмотреть, есть на что посмотреть, как красиво играют наши ребята и девчонки. И получить положительные эмоции. Вы как раз отметили, что молодые игроки нижегородцы начинают подтягиваться к основным командам. Но все равно есть болельщики, даже отмечают, что есть проблема, когда талантливые игроки, молодые в детско-спортивной школе уезжают в другие регионы. Как вы думаете, с чем здесь мы можем как с этим побороться? Ну вот вы правильно сказали, что с этим надо бороться. Потому что если игрок хороший, на него есть спрос, естественно, он выбирает, где ему дальше играть. Но на самом деле я знаю, что сейчас и спортивные функционеры, и руководство команды думают о том, если в человека вложены силы и средства, естественно, он должен играть за родной клуб. То есть первый контракт должен быть с родным клубом. С другой стороны, мы понимаем, что если человек уже твердо решил играть за другой клуб, то есть спортивная школа должна просто получить компенсацию. И в таком случае, как говорится, все интересы будут соблюдены. Поэтому я очень рад, что нижегородская школа волейбола развивается. Нюансы, я думаю, что поздно мы все-таки справимся и с этим. Надеюсь, надеемся, да. Спасибо. Вопрос, Дмитрий Александрович. Как вообще проходило комплектование команды к новому сезону? Какие трудности с мужской командой, с женской? Вот какие-то по таким... Ну, комплектование... Не слышно? Слышно, слышно. Комплектование никогда не происходит, не проходит легко. Особенно в этом году проблема заключалась в том, что многие иностранцы отказались от российского чемпионата. И по регламенту команда может иметь всего два иностранца. Считайте, 16 команд Суперлиги умножить на 2, то 32 человека выпадало. И мы находились в поисках в таких экзотических местах. Вот буквально вчера просто смеялись, что из Пакистана даже игроков пытаемся привлечь, потому что на самом деле наших российских не хватает. И очень приятно, в первую очередь, в женской команде осознавать, что у нас выпускники спортивной школы уже прям в составе играют, девчонки. А в мужской команде Либера у нас Ищенко, даже там Динамой Москвой. Летом мы спорили, скажем, по нему. Поэтому здесь встает вопрос очень актуально воспитанников Нижегородской области, которых мы можем подключать в команде для того, чтобы, скорее всего, комплектование проходило намного проще. То есть мы оставляем всегда, многие, может быть, вопросы будут еще впереди, что у нас есть возрастные игроки. И вот как раз сочетание таких очень молодых возрастных, оно приносит всегда свой результат. Поэтому на самом деле комплектуясь, мы на это обращали внимание. То есть если у нас есть опытные игроки, вернее, если появляются молодые, опытные должны присутствовать обязательно. То есть одно без другого это сочетание не приводит к тому результату, к тому бы хотелось. То есть у нас идет передача опыта, по большому счету, сразу, когда игрок еще не задействован практически нигде. Но это хорошо. Ну, правильно я понимаю, что комплектование ни у Спарта, ни у войска еще до конца не завершено? Ну, на самом деле, если честно, то я больше переживал в этом году за Спарту, чем за АСК. А по результату получилось, что Спарта выглядит намного более хорошо, укомплектованно, чем АСК. Потому что у нас сразу после первого этапа кубка возникли проблемы уже в команде, физические проблемы, травма основного диагонального и как бы вот заставляет нас искать какие-то выходы. Но, несмотря на это, задачи на сезон, какие-то цели уже можем на чемпионат России озвучить? Ну, мы можем, мы всегда озвучиваем цели, что первое, мы не должны опуститься ниже, чем в предыдущий год мы заняли место. И хотелось бы, конечно, чтобы все команды, обе команды участвовали в плей-оффе. Если говорить для молодежных команд, то на самом деле здесь немножко сложнее, потому что девочки выступили очень хорошо, заняли седьмое место, там, практически во второй свой год существования. Это, ну, огромный успех. Тут его повторить даже будет сложно, поэтому для них, может быть, там, что-то попроще. А ребята тоже, они стремятся попасть в плей-офф, потому что, ну, любой спортсмен хочет выступить намного лучше, чем он выступил в предыдущем сезоне. Понятно, спасибо. Вопрос тогда к наставнику АСК Андрея Дранишникова. Хочется начать с прошлого сезона. Для вас он стал дебютным в роли главного тренера. Как этот сезон прошел? С чем какие трудности? Может быть, какие-то веселые моменты вспомнить, как он прошел? Да, сын, добрый день. Давайте с первого начнем, да, что, как прошел сезон, да? Ну, я считаю, что сезон сложился успешно для команды, и в том числе и для меня, потому что это был первый сезон, и он всегда труден, да? Я хорошо, считаю, перешел эту грань с игрока на тренера, и очень безболезненно перешло это перестроение у меня в голове. Это в первую очередь. Какие трудности? Ну, трудности, наверное, всем были известны. Это отсутствие, когда начали уезжать легионеры. Команду пришлось по-другому перенастраивать, так скажем, да? Менять какие-то стратегические, да, планы, ведение игры, вот, убирать минусы и выпячивать свои плюсы, чтобы достичь результата, который перед нами стоял, да? А какие, может, радостные, да, что, опять же, выполнили задачу и попали в плов, как и для команды, и для меня. Ну, для команды он второй, да, для меня он первый, и этим абсолютно горжусь. Ну, победа над «Динамо» можно занести в радостные? Над командой, которую вы начинали свою карьеру. Ну, конечно, конечно, и «Динамо», ну, любая победа, она была бесценно. То же самое победа в Оренбурге, над Оренбургом, да, без одного легионера ключевого, который там Деннис Петровс уехал, основной пасующий, и мы перестраивали игру и тоже выиграли, это тоже хорошо, и это огромный плюс. Когда уехал второй легионер Лео Андрич, и мы опять обыграли «Факел», да, «Факель», это тоже большое достижение для нас, и для всей команды, и я очень горд своей командой, что так все получилось. Хорошо, тогда от прошлого сезона к этому уже прошел первый тур Кубка России, Нижневартовские команды, три игры выиграла, но как оценить игру команды именно со стороны тренинга? Ну, давайте, играли хорошо, выигрывать всегда приятно, да, но есть шероховатости, над которыми надо работать, и мы сейчас их постараемся убирать, потому что у нас нету таких игроков, которые бы один тащил бы на себе всю команду, да, у нас есть команда, и мы должны все вместе по чуть-чуть складывать это в копилку, чтобы получился какой-то хороший результат, да. Оцениваю хорошо, начало сезона великолепное, но есть над чем работать. А как поживают наши старожилы, это возрастные игроки, которые с нами уже третий-четвертый сезон подряд? Поживают хорошо, то есть, если вы хотите как физическую, да, сказать больше, да, наверное, составляющую, то есть, здесь проблем никаких нету. У нас был, получается, три месяца отпуск практически, достаточно большой. Перед началом 22 июля мы начали, перед этим было за три недели всем были разосланы программы по физическому подготовке, которые ребята сами подготавливались, тем более есть опытные, которые знают, как себя сами подготовить, чтобы прийти уже в хорошей форме. Самое главное, что ребята пришли с большим желанием работать, и никто не набрал лишний вес, и физические данные были очень хорошие, на хорошем уровне. Поэтому я очень рад. Очень приятно слышать. Теперь вопрос к нашему наставнику женской команды. Сбадан, ну вы с команды уже в Нижнем Новгороде шестой сезон, можно сказать, коротко получается. Есть что-то, чего вы еще не знаете о Нижнем Новгороде, о Нижегородском волейболе? Что-то вас до сих пор, может быть, удивляет? О чемпионате России, например, за шесть лет? Ну, после шесть года, в принципе, ничего не удивляет. Просто интересно, что вот школа волейбола Нижегородска конкретно очень хорошо работает, и всегда есть у каждого возраста интересных игроков. Вопрос второй, что вот это мы уже говорили, что надо как-то создать условия, что-то сделать, чтобы уже с 2009 года забирать ветки отсюда. С этим надо как бы позаниматься. И сейчас даже не хочу фамилии назначать, но если бы все Нижегородки играли конкретно в «Спарте», «Спарте» бы, ну, это тяжело, но так задуматься просто. «Спарте» бы уже борелся за чемпиона России. Это если собрать всех Нижегородных, которые выступают в «Суперлипе». Нижегородок здесь, которые сейчас играют и в сборной, и в командах, которые совсем высоко. Это бы уже было так, скажем так, очень-очень интересная команда. Ну, команда, тем не менее, тоже начала сезон волейбольный из Кубка России. Один тур, в отличие от мужчин, проходил у нас. Как оцените игру «Спарте»? В группе заняли третье место. Вот так вот я честно могу сказать, что лучше, чем президент уже сказал, лучше, чем и ожидалось. Если считаем это, что с прошлого года почти больше 60% команды поменялось, и есть три-четыре игрока со всеми опытом, молодых, тоже местных, три игрока. Практически больше от полкоманды никогда не играл в «Суперлигу». Мы практически очень достойно играли и показали хорошую игру и, соответственно, и результат. Ну, второй вопрос, что регламент такой написан, мы заранее знали, когда еще отсюда, что дальше не можем попасть. Поэтому, что по регламенту попадают сразу команды, которые имеют три больше сборницы, а там две команды уже были, у которых по три сборницы, и просто провели, так скажем так, товарищи турниры. Мы можем попасть каким-то образом там, но это не по спортивному принципу. Предварительно шансов на выход в полуфинал изначально не было. Изначально не было, да, мы так и знали, просто готовились, и вот как бы это для нас было в игре, как подготовка к чемпионату. Я думаю, конечно, интересно узнать, у нас сразу три Нижегородки, молодые, как вы, вот как специалист, оцените их вообще физическую подготовку, тактическую, вообще подготовку вообще. Я, честно, хотел это и раньше сделать, чтобы вот прям вот эти игроки были с нами в команде, но как бы это не получалось, они там играли за свой возраст, играли за молодежку, еще школа была, не могла присутствовать в полноценном тренировочном процессе, но, значит, Нерзияева, Шикарлова и Нестерова, а физические данные тут все присутствует, тут немножко вопроса по технике, по тактике, конечно, чтобы построили все под, вот, да скажем так, взрослый волейбол, немножко, что надо быстрее, сильнее, надо больше думать и пользоваться информациям, на которой есть, связанную с подготовкой конкретно к супарнику и к каждой игре. Понятно. Если есть вопросы, мы еще какие-то темы осветим, но если есть вопросы, пожалуйста. Да, вопрос Дмитрия Александровича. Добрый день. Вы уже несколько лет в Нижнем Новгороде работаете, немножко уже стали своим, мы постоянно разговариваем о каких-то трансферах, переходах, но я не поверю, что и у вас не было каких-то приглашений. И что вас заставляет, заставляет здесь оставаться в Нижнем Новгороде? Ну, на самом деле, даже я не знаю. Вопрос, тот путь, который мы прошли изначально, он довольно-таки сложный. Я сейчас, когда оборачиваюсь и смотрю, с чего мы начинали, мы начинали практически от нуля, даже с минуса, потому что была команда, были проблемы у команды предыдущей. Потом пришлось эту команду, скажем, переделывать, вернее, новую делать команду. И на сегодняшний день мы вернулись в Суперлигу, играем уже в третий год. Да, в третий год в Суперлиге. Четвертый. Путь четвертый, да, три года отыграли. И на самом деле, если взять этот путь, то очень интересный путь, пройденный, скажем, большая дистанция за короткое время. То есть здесь написана история, по большому счету. И говорить о том, что приглашали, не приглашали, ну, нет, не приглашали, никого не приглашали, я как бы к этому не стремлюсь, на самом деле. Почему? Потому что здесь хватает работы, и она интересна. На самом деле, то есть предыдущий, вот, Слободан сказал, что не хватает совсем немного для того, чтобы там в женском точном волейболе нижегородскими игроками мы могли выступать достойно в Суперлиге российской. Ну, очень мало клубов, не то, что ты Уралочка, наверное, и все, я больше не назову сейчас клубы, которые своими, чисто своими воспитанниками, и то Уралочка уже, наверное, не свои. Поэтому здесь, как бы, ну, нужно вот это закрепить. Но это интересная работа, опять повторю же, еще раз. Я не задумался ни разу, куда туда уезжать. Мне, кажется, ясно говоря, здесь все устраивает. Поэтому... Если можно, вот, я дополню. Ну, я отпустил. Знаете, там, роли личности в истории. Я вот в самом начале сказал, самое главное, вот такая тонкая настройка, ну, ничего не разрушит. Действительно, вот эти все победы, там, вот Суперлигу, это выстраданная такая история, да, и действительно сейчас пишется история Межгородского волейбола, но кто мог подумать, там, пять лет назад, о том, что мы будем говорить о очень сильной фейбольной школе, там, именно в Нижнем Новгороде. И вот там трое, значит, тренеры, там, вольт-ли команде, действительно личности, на которых, собственно говоря, все и держится. Они обладают и знаниями, и авторитетом. И действительно очень приятно работать. И здесь вот этот момент не на вреде. Врачей не на вреде. Действительно, есть поступательное развитие, и поэтому, честно говоря, я тоже иногда, там, думаю, вот, по минуту, я действительно, там, предложил получше контакт. Но человек очень такой преданный, если он делал, и действительно, это, наверное, отношение, может быть, я сейчас за него практически говорю, отношение, там, к командам, это как, ну, к ребенку. И если ты столько, там, прошел, уже практически сравнился, все-то стало, в том числе, проделал в твоей жизни. Мы не отпустим Митцельсона, извините. Я бы сравнил так, что это вот наша, наша работа и наше ведище. И бросать его, и менять на что-то, ну, условно говоря, если там брать такие, там, скажем, возьмем топы, да, то есть там совершенно другая работа уже. Там совершенно другая работа, и не то, что ты создал, и оберегаешь действительно от каких-то неприятных воздействий. Там ставятся задачи, и тоже там непросто. То есть тут даже не, наверное, не в деньгах все измеряется, а измеряется вот в этом пути, который ты прошел, и который ты прочувствовал. То есть здесь оно построено, и ты знаешь, с чего строил, ты знаешь, куда дальше идти, ты знаешь, чего не хватает, и чего можно было бы, можно было еще сделать, и почему этого не хватает. И, в принципе, наверное, становится потом легко, даже когда мы комплектуемся, то есть мы знаем, что мы хотим, не просто так вот этого возьмем или это, мы знаем, что хотим, и берем то, что мы хотим. Естественно, что у нас нет возможности взять, что мы хотим. В данном случае наши желания не совпадают с нашими возможностями. А так, в принципе, мне кажется, если бы у нас были бы возможности, мы бы замахивались, наверное, и на более высокие места. Не на Вена, а сто процентов. Вопрос тренера Спарта. Слободан. В межсезонье команду покинули два ведущих помордиры, имею в виду Гатина и Каськова. Почему не удержали, и удалось ли найти им адекватную замену? Просто ответ. Три раза больше денег там. Конечно, разница есть между этих двух игроков. Каськова уже, так скажем, взрослая, и понятно, что она долго играла там в своей команде, в Ишкоя, здесь проявила себе два года подрядом хорошо, и вот появился вариант, чтобы подписалась, скажем так, с чемпионом, и это нельзя отказываться от этого, такого варианта. А Гатина просто хотела поиграть в команду, которая борется за какое-то место выше, замене, конечно, хотелось и может быть и что-то найти по лучшим игрокам, но все равно нашли игроки, которые их меняют, учим, тут стараемся, ну, как бы по последним играм, которые мы на Кубку играли, неплохо, нет явного лидера, как уже тренер, коллега сказал, нет команды такого явного лидера, который тащит команду, но все равно, как бы, когда играем, вот и результат появляется. Еще вопросы есть? Есть. Да. Вопрос Андрею Андреевичу. Во-первых, добрый день, спасибо большое за пресс-конференцию. Уже заходил разговор про Данилу Ищенко, игрок 2004 года рождения, то есть это 17-18 лет, и не раз отмечалось то, что он находится, варится в одной атмосфере в команде с игроками, которые даже в два раза старше его. Можете немножко поделиться, как он себя чувствует, как он проходит вот эту вот школу, так называемую волейбольную, и возможно у него какое-то другое немножко с колокольнего возраста восприятие волейбола, можете вот немножко еще об этом рассказать? Ну, я очень рад, что он остался, во-первых, в команде, и нам удалось удержать его, то есть я считаю, что у него есть определенный талант, и определенное такое, есть понятие, чуйка, определенная чуйка, где будет мяч, как ему его обработать, и очень хорошо чувствует руки и касания, именно, вот это тактильное. у него это хорошо развито, и, ну, я считаю, что это очень такой, сразу же, хороший, да, старт в его карьере, вот, как команда восприняла достаточно хорошо его, то есть он и до этого приходил к нам, когда был в молодежной лиге, мы его подтягивали на тренировки, на различные, когда там были травмы у игроков, то есть он так и так варился уже в этом котле, да, так скажем, вот, а в этом году, что, ну, я на него, как бы, рассчитываю, потому что есть, опять же, Артем Зеленков, да, как бы, возрастной игрок, как Дмитрий Александрович сказал, что у нас есть и возрастной, и молодой, да, не хотел бы говорить о возрастных игроках, а говорить их больше о опытном, опытные игроки и молодые, да, и я считаю, что у Дани будет достаточно игрового времени, чтобы показать себя, как раз, что он может, и чтобы быстрее войти вот в эту игровую атмосферу и почувствовать на себе весь уровень Суперлиги, потому что это, ну, две разные лиги, молодежная лига, где он был лидером, и он где был лучшим принимающим, да, по этой лиге. Суперлига, это немножко другие, другая скорость, другая подача, ну, все другое, да, вот, и, конечно, здесь надо небольшое время, чтобы его голова перестроилась больше, да, на его, на это восприятие, и я считаю, что в этом году у него будет достаточно времени, и как раз опытный Зеленков должен в этом ему помочь. Спасибо. Не за что. Конечно. Добрый день, Фим. Представляю ветерана-болельщика, нашего, любого, болельщиков всех наших. Значит, в адрес руководителя, в первую очередь, большое спасибо Адмитрия Александровича, вспоминаю несколько лет назад на закате губернии, вдруг открывается дверь и скромно появляется Фомин, представляете, которого мы видели по телевизору неоднократно, и я подумал, боже мой, это значит, будет новый тренер вместо Константинова. Ну, а сейчас человек просто на своем месте, на том самом административном, сильном, так сказать, надежном руководителе. Так что, большое спасибо, Адмитрия Александровича, что вы остались в Нижнем Новгороде. Ну, поздравления Андрея Андреевича с дебютом 22-го сезона. Спасибо. Значит, замечательно проведено все. Значит, как болельщик начала 23-го в кубковых играх, вы нажаете, обе команды, значит, ну, вселяют, вселяют надежду, потому что могут и составы были соперников не в первых, так сказать, первых номерах, но вселяют надежду. Ну, такой вопрос ко всем руководству волейболу нашего. Вот смотрите, не все команды суперлиги, которые играют, и мужские, и женщины, и женские, в городах, я имею в виду, имеют две команды суперлиги. Смотрите, Казань две команды, Москва две команды, и Нижний Новгород, представляете, две команды. Суперлиги, даже в Локомотиве, у Константиново, там, в Сибири, и то, только он один. Кругом по одному. Красноярск еще, прошу прощения. Ну, Красноярск, так вот, чтобы вот эти две команды, которые вселяют у нас у всех надежды, имели свой дом волейбола. Не ту временную вывеску в клубе заречном, да, а хочется иметь свой дом настоящий для двух команд, которые представляют Суперлиги. За все вам спасибо, за весь волейбол в Нижегородске, и, значит, вам всем успехов в этом сезоне, и вообще, так сказать, чтобы Суперлига осталась в Нижнем Новгороде. Вот, спасибо Дмитрию Александровичу, там было очень все тяжко, мы урухнули сразу в Б, представляете, думаю, что все больше Суперлига не вернется в Нижний, она вернулась еще вот в двух коллективах. Спасибо вам большое, и Надежда, и вам всего хорошего. Насчет дома спасибо. Есть какие-то новости насчет дома волейбол, что-то про зал? Мы даже обещал поменять там. Вывеску обещал поменять. Никаких пока, если серьезно говорить про новый зал, про строительство, что-то, какие-то идеи, новости. сейчас хоккейную арену достроят и отдадут нам. Хоккейную арену очень придет. Ну, давайте, наверное, вообще-таки вопрос больше обнимать. Типа, да, да. Да. Ну, то, что нужно иметь свой дом, я здесь абсолютно согласен, и, собственно говоря, не только для волейбола и для других видов спорта. Я могу честно сказать, что несколько раз разговоры об этом сходили. Сказать, что это получится быстро, ну, это будет, если честно, там, в первую очередь, будет зависеть губернатора Трифа Сергеевича действительно вникальный человек там с таким подходом и то, что сейчас будет строиться, и строить хоккейная арена. Сразу могу сказать, что пока денег на строительство Межгородского дома в любом его, естественно, пока нет. Как депутат могу сказать, что у нас еще есть районы, вы помните правильно, то есть у меня здесь такая роль, мы в первую очередь должны поддерживать структурные направления, соответственно, там есть районы Межгородской области, пока там нет, пока там полка либо полноценного, зал с бассейном, вот, поэтому здесь всегда приходится в определенной мере выбирать первично, вот, но могу так сказать, что те результаты, которые показывают в любом его, правильно, там, иногда количество переходит в качество, и когда есть уверенное руководство, когда есть уверенные результаты, ну, какое-то время, знаете, вот этот дух, который витает, аппарат уже сделал, он начинает превращаться на что-то материальное, поэтому вот сказать, что вот там завтра или там через год что-то начнет откроется, я там не провернуть, не подтвердить не могу, вот, но в любом случае в обозримом будущем все равно это случай, вот насколько это обозримый будущий, ну, там, по-моему, нет. Вопрос Дмитрия Александровича, Россия в изоляции, волейбол у нас нет ни на уровне сборных, ни еврокубков, на ваш взгляд это насколько сильно отбрасывает наш волейбол российский назад и в плане мотивации игроков в том числе. Ну, вот смотрите, у нас заходил разговор на эту тему сегодняшний день, прошел чемпионат мира сейчас, он прошел в двух странах, прошел в Польше и в Словении. На мой взгляд, это был один из самых интересных чемпионатов мира за последнее время. Почему? Потому что очень много команд приблизительно одинакового уровня. И мне очень сильно жалко, что он не прошел в России. Почему? Потому что была бы и Россия и самый интересный чемпионат. И получилось бы слияние двух направлений. Поэтому на самом деле да, очень печально, что нас от всех соревнований отстранили. И вы правильно заметили, и я вот сыновей еще тоже по-моему разговаривал на эту тему, что все-таки практика, которую проходят клубы сейчас, в такой серьезной борьбе на чемпионате мира, она многого стоит, и мы ее потеряли. И на сегодняшний день там есть у нас сильные позиции, которые у этих позиций тоже они возрастные, и люди будут покидать. То есть уже потому что действительно тяжело будет выступать за сборную. И мы теряем даже это. То есть в этом году мы имели огромную возможность бороться за призовые места, может быть и не выиграли бы, но бороться имели огромную возможность. А завтра неизвестно, потому что уйдет там Михайлов, кто к нему придет на замену, уйдет там еще пару игроков, кто придет на замену. Они не обиды, они не видели этого ничего. Все придется начинать сначала. Поэтому очень обидно, конечно, и наверное нам нужно будет приложить два раза больше усилий, чтобы вернуть свои позиции на мировом волейболе. Здесь вопрос один у нас в интернете задали в нашей группе, заинтересованы возможно люди. Вот как раз из-за санкции, что проблемы, есть ли проблемы какие-то с инвентарем и с экипировкой? Вопрос такой, перешли ли на нижегородских производителей? Возможно задал кто-то из нижегородских производителей. На самом деле давно перешли. То есть у нас есть выбор либо нижегородские производителей, либо покупать за границей, но не там проблем нет сегодня. Ну инвентарь, да, с мячами чего-то тут случилось, но пока не может понять никто что. То есть случилось, что их нету раз, второе недорого стоит. Но очевидно санкции все-таки сказались на это. А так в принципе мы пока нехватки в чем-то особо не чувствуем, не нуждаемся. Стоит отметить, что у нас игровая форма у всех команд, это нижегородский производитель наш. Да, да, мы игровую форму, да, всю игровую форму мы шьем здесь. Там молодежка у нас мужская одета тоже на вся местный производитель. То есть первой команды нет, мы надеваем итальянской одеждой, но на самом деле то, что касается игровой формы, нет, все здесь тем. И качество хорошее. Какие-то вопросы еще в интернете пока нет. Ну, наверное, все тогда. Спасибо всем большое. Спасибо вам большое. Можно совместное фото вас ждем.